униженный человек вообще не красивый никому вот человек униженный он теряет красоту теряет привлекательность теряет здоровье гордый человек теряет возможность отдыхать если человек гордится собой он не может расслабиться он все время находится в таком как бы подъеме с одной стороны с другой стороны постепенно истощается психически физически когда судьба очень сильно бьет человека и он не видит смысла в своей жизни то чувство собственного достоинства уходит назад и это состояние сознания называется депрессия или потерянность хуже всего когда у человека судьба ушла назад и вниз это вообще как бы называется унижение потерянность депрессия и человек вообще как бы он не знает чем дальше делать как жить и обычно у него в жизни все рушится потому что все люди в этом мире они хотят наслаждаться друг другом и когда человек депрессии он потерян наслаждаться нечем и поэтому все близкие они не испытывают счастья находясь с этим человеком если между ними не было больше ничего кроме желание наслаждаться друг другом то тогда семья разрушается не имеет значения есть дети или нет расписаны не расписаны вот у человека приход пришел про плохой период его скосило и дальше если люди не стремились к чему-то более важному а цель человеческой жизни это святость это чистота это бог это природа это добрые друзья если человек этого не понимает то он живет ради успеха только он хочет только чего удачи в жизни это неправильная вера есть три типа веры вообще есть вера бога означает что посеял то и пожнешь то есть надо жить правильно по совести даже люди если не знают что есть бог но они по совести живут они достигают бога в конечном счете второй вид жизни это как раз вот этот жизни этих людей так сказать современных это они в древней культуре эти люди были это называется вера в удачу что такое вера в удачу человек верит что надо попасть на какую-то волну которая приведет его к тому что все будет и деньги хорошая жена там и все вот он человек верит волну удачу и он поставлен для того чтобы быть на волне надо показывать себя хорошо хорошо одеваться всем улыбаться и как бы и вот из себя делать но если ты себя делаешь успешного значит и успешно не не до конца делаешь из себя успешного значит и не до конца успешной главное это делать себя успешного круто надо всем показывать подсказывать постоянно что ты успешный иначе народ сам не догадается Что это за тип веры такой? Что это за тип веры? Вера в удачу. Эта вера означает нежелание работать. Представьте себе, допустим, человек рыбачит. У него есть три варианта. Первый вариант — ничего не клюёт. Этот тип веры означает неудачник, вера неудачника. То есть ничего не клюёт. Он как бы сидит и такой, да ничего не клюёт вообще, не будет здесь рыбы. И рыба, она даже к этому червяку не подплывёт, потому что ей противно, но с такой энергией иметь дело. Представьте, вам приносит повар торт и говорит, это плохой торт, он не получился. Будете есть, нет? Человек забрасывает удочку и на тонком плане рыбе приплывает червячок и говорит, Плохой червяк, клевать не надо. Ну, и она не клюёт. Второй вариант — человек забрасывает удочку и такой, верит в удачу. Как реагирует рыба? Ну, она как бы тоже, если она такая же тупая, она подплывает как бы и клюёт. А если нет тупых рыб вокруг, то тогда никто клевать не будет. Потому что, ну, если ты понты перед собой видишь, это всегда опасно. Вот, допустим, девушка идёт, допустим, вся такая, она крахмальная, такая, одной ногой пишет, другой зачёркивает, такая. Ну, и нормальный мужчина, ну, мужчина, если хочет тёлку снять, он говорит, о, тёлка идёт. Всё нормально, но он жениться не хочет, понимаете, он тёлку хочет снять. Означает, он хочет стать секса. Ну, найдёт, конечно, встретит такой человек, но замуж-то она не выйдет в этом случае. Вот, а если человек хочет жениться, он видит, идёт тёлка, не женщина, а тёлка. Ну, ну, мне тёлка не нужна, мне нужна жена. Ну, то есть жена означает добрая, скромная, ласковая, хорошая. Вот он такую ищет. Тёлка ему не нужна, понимаете? Так рыба, она видит червяк такой рисуется там. Она думает, что я буду клевать, как бы, это какая-то опасность. Ну, и так далее, понимаете? Я просто вам рассказываю. Но человек, который хочет действительно что-то сделать, он изучает, смотрит, меняет. То есть у него другая вера. Он не в удачу верит, а в труд означает Бога. Вот человек верит в удачу, он что делает? Он себя разукрашивает, что-то из себя делает, привлекает, рекламу какую-то, что-то такое, ну, чтобы клюнули. Клюнули. Понимаете? И клюёт ведь. Почему? Потому что есть светлая полоса жизни у человека. Вот на светлой полосе жизни клюёт, а на тёмной не клюёт. И люди, которые верят в удачу, они всегда верят, что у него будет в жизни только светлая полоса. А это полное безумие. Потому что в жизни всегда всё меняется, то светлая полоса, то тёмная полоса для бизнеса. Вот зачем нужна для бизнеса тёмная полоса? Для того, чтобы вся шушера ушла из твоей компании, для того, чтобы вы отработали правильную модель, как делать бизнес, для того, чтобы вы мозгами немножко набрались, терпением, волей. То есть тёмная полоса нужна для того, чтобы люди развивались. А светлая полоса для чего нужна? Для того, чтобы торговать, стать богатыми, и при этом чуть-чуть загордиться собой. А тёмная полоса, чтобы прийти в нормальное состояние, перестать гордиться собой, чтобы все понты ушли, потому что они в тёмной полосе не могут остаться, им нужны деньги, давай деньги, или я бы свалил. Ну и вали. И нам не нужны понты, нам нужны люди нормальные, которые могут нормально жить, работать. Зачем нам вкладывать в понты?